Дом номер 135 по улице Новороссийская уже становился героем рубрики «Горячая линия РЕН-ТВ «Армавир». Жители обращались с просьбой решить многолетнюю проблему. Подъезд разрушается из-за грибка, который уже проник в одну из квартир. На адрес выехал главный консультант отдела Государственной жилищной инспекции края и сделал свои выводы. Для обслуживания дома с непосредственным управлением был заключен договор с ООО «Юго-Западное». При этом организация выполняет только те виды работ, которые отражены в документе. К сожалению, в данном приложении определенным собственникам жилых помещений перечень работы услуг периодический ремонт подъезда не включен. Поэтому возложить обязанность на юридическое лицо в части выполнения периодического ремонта подъезда на сегодняшний момент не представляется возможным. В данном случае собственникам жилых помещений на общем собрании необходимо принять дополнительное решение о финансировании либо о финансировании работ по текущему ремонту, данных помещений, относящихся к общему имуществу, либо к выполнению ремонта отдельных мест. Соответственно, определить порядок и сроки финансирования данных мероприятий. Специалист осмотрел здание и провёл разъяснительную беседу с собственниками. По закону, именно они должны содержать своё жилище и следить за его состоянием. Вопросы вызывает и прохудившаяся кровля, и отсутствие водостоков. Во время сильных дождей вода стекает прямо по стенам и портит фасад дома. В соответствии с требованиями строительных норм и правил на тот момент, когда строился дом, допускается именно на сегодняшний день устройство неорганизованного водосброса высотой до трёх этажей. Поэтому на сегодняшний день, опять-таки, на усмотрение собственников жилых помещений, если они примут решение о необходимости установки, допустим, в каких-то узких местах, как соединение двух направлений кровель, так называемое, индовое, в месте сбора достаточного количества воды, которое отрицательно влияет на состояние наружных стен, то, соответственно, управляющая организация проведёт данное мероприятие на основании решения, принятого собственниками жилых помещений. На ближайшее время жильцы уже запланировали проведение общего собрания, на котором будут обсуждать наболевшие вопросы. Также собственники с нетерпением ждут проведения капитального ремонта в их доме. Инна Лепёткина, Артур Карджанян, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.